Уже девятый час вечера, а на стадионе многолюдно, как днем. Собралось 8 футбольных команд готовиться к товарищеским матчам. Турнир приурочили ко дню Корабулака. 30 августа город отпразднует 26-ю годовщину образования. Адам Шелухалов в футболе второй год. А с установкой ночного освещения тренировки проходят чаще, отмечает спортсмен. Плохо было тогда, ничего не видно, не было и играть не хотелось вообще. А сейчас какая разница? Сейчас лучше видно, играть легче. Вы обычно до скольки играете? Мы обычно у нас свой клуб, мы играем до 18, играем и все расходимся. Ранее с наступлением сумерек жизнь на стадионе практически замирала. А летом даже днем не поиграешь. Тяжело заниматься спортом из-за знойной жары. Как только по всему периметру стадиона установили современные мощные прожекторы, ночью здесь стало светло, как ясный день. Такие преобразования, несомненно, радуют спортсменов и их тренеров. Мы обращались в администрацию Карбулака, чтобы пошли навстречу, чтобы обратили внимание на спорт. Мы видим, что нас слышат и с каждым годом все преображается. Вот я, например, после работы прихожу, даже очень многие работают и темнело и не было возможности поиграть, побегать. И вот даже вот эти дети, которые сейчас находятся на стадионе, они раньше сидели просто в телефонах. А сейчас у них есть возможность поиграть, побегать. Специалисты делали свою работу с упором на будущее, отмечают в администрации Карабулака. Усиленные опоры, способные с легкостью выдержать сильный ветер. Бронированный кабель, по которому подается электричество, подведен с запасом для дальнейших подключений. Осветильники подобраны специально для стадионов, чтобы осветить большие пролеты. Это только часть масштабной реконструкции стадиона в Карабулаке. Справа от меня мы видим баскетбольная площадка. Ну и кроме того, есть намерение, есть такие планы построить еще отдельную волейбольную площадку. То есть можно сказать смело, что стадион полностью прошел модернизацию, реконструкцию. В дальнейшем есть планы обустроить новые трибуны, чтобы все было в соответствии с нормами. Свет от новых светильников не режет глаза. И играть здесь одно удовольствие, признаются спортсмены. Этот стадион также стал и своеобразным местом для вечерних прогулок. Сюда приходят покататься на роликах, самокатах, велосипедах или просто пройтись вокруг футбольного поля. Вот так одно улучшение за один день превратило спортплощадку в местную достопримечательность. Микаил Тангиев, Магомед Беллакиев, Новости 24.